Приветствую вас, и как я понял, вы очень много надежд возлагали на мужчину, который встречался с вами 8 лет, и вы ждали от него предложения, вы хотели, чтобы ваши отношения вышли на соответствующий уровень, то есть скрепить ваши долгие, двухсрочные отношения у замы брака, но мужчина по какой-то причине не мог этого сделать, он не хотел сделать вам предложение, и в результате получилось так, что вы с ним расстались. Вы знаете, по моему мнению, вот как это выглядит со стороны, знаете, кажется, что у вас не то, чтобы даже какая-то защитная реакция, по вашим словам, я бы мог сделать вывод, что вы скорее чувствовали такую обстошенность, когда он не сделал вам предложение, вы подумали, ощутили себя брошенной, может быть, даже недостаточно значимой для него, что и обосредовало как раз-таки вашу реакцию. И теперь вы, обижаясь, возможно, сохраняя негативные эмоции, негативные какие-то вот переживания, возможно, испытывая даже фрустрацию, эта реакция на невозможность сделать то, что вы хотите, возможно, испытывая фрустрацию, вы пытаетесь заместить, это вот, мне кажется, ключевой момент, вы пытаетесь заместить свою неудовлетворенность тем, что ваш мужчина не сделал вам предложение, попыткой вызвать желание сделать предложение ну, другими мужчинами. То есть, мужчины практически вам сейчас нужны только для того, чтобы через них купировать, можно сказать, да, купировать, я думаю, это правильное будет слово, купировать то унижение, которое вы испытали, когда ваш молодой человек не сделал вам предложение. И вот, по моему мнению, именно эта реакция, она и пособствовала тому, что вы сейчас чувствуете. Я думаю, что действительно у вас остались незавершенными отношения с молодым человеком тем, и вам нужно сделать следующее. Вот, вы говорите, вы пишете, что мужчина, как вот по вашим словам получается, что мужчина тоже, как и вы, хотел значит, заключить с вами брак, да, тоже, как и вы, хотел жить с вами, быть вашим мужем и так далее. Но вот по какой-то причине, да, он этого не сделал. И, вы знаете, вот, момент этот, он в действительности, ну, как вам сказать, этот момент, он, я бы сказал, ключевой. То есть, на самом деле, если бы человек хотел, хотел бы, например, быть с вами, а хотел бы, например, делать вас счастливой, да, хотел бы он разделить с вами свою жизнь, свой быть, я думаю, что вряд ли для него были бы сколько-нибудь серьезные основания для того, чтобы не делать вам предложения. А раз он все-таки вам это предложение не сделал, значит, были у него определенные сомнения. Сомнения в чем? Что вы его женщина. Может быть, у него были другие сомнения. сомнения относительно, например, того, что он сдевожит, что он выдержит семейную жизнь. Может быть, было что-то еще. Мы этого не знаем. Тем более, что вы, как написали, вроде бы из разных стран, и вполне возможно, что это тоже немного повлияло. но я думаю, что действительно некоторая завершенность, вот, некоторая завершенность, недавершенность, точнее, между вами и вашей мужчиной она осталась. И главная недавершенность заключается в том, что вы, скорее всего, проецируете его проецируете его поведение на себя. Вот это делать категорически не нужно, потому что вы ни в коем случае не виноваты в том, что у вас нет отношения с вашим молодым человеком. вашей вины в этом нет, это целиком и полностью его обвешенность, это целиком и полностью его беда, то, что он не решился сделать вам предложение, у вас, к вам никаких претензий нет. и давайте мы с вами постараемся, постараемся по-возьмски, конечно, этот момент сделать для себя, скажем так, ключевым. То есть, вы не будете переносить вот негативных аспектов вашего мужчина на себя. Поверьте, этого делать категорически не нужно, потому что этим вы ничего хорошего не добьетесь, этим вы ничего хорошего не сделаете ни себе, ни своей дальнейшей жизни. Если вы желаете перестать вот так вот отшивать мужчин, которые у вас встречаются в вашей жизни, то давайте тогда подумаем, насколько вы сейчас завершили отношения с молодым человеком. И завершили ли вообще? Потому что, как вам сказал коллега мой, ну, объективно есть очень зрелые основания полагать, что вы еще находитесь ощущениями, вы еще находитесь с ним. И если это действительно так, то нужно от этих ощущений избавляться. Вот в этом, я думаю, заключается ваша основная задача на сегодняшний день. Избавляться от влияния, какого-либо влияния, мы здесь не говорим о конкретном влиянии, то есть не важно здесь как именно, но мужчина влияет на вас, это влияние есть, оно прослеживается невооруженным взглядом, и вот именно его и нужно убирать. В принципе, я думаю, что можно, ну, не мешает по крайней мере задать вам еще и такой вопрос. А вот вы к этим мужчинам, которые у вас, ну, которые вам делают предложение, да, вы к ним относитесь как? Вы их любите, вы их не дорожите или просто встречаетесь с ними, ну, встречаетесь с ними просто потому, что больше встречаться особо не с кем. То есть вот этот момент еще тоже постараемся прояснить, потому что он очень важен. Как вы относитесь к тем мужчинам, с которыми вы сейчас встречаетесь? А вот, в принципе, эти моменты нужно прояснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, прочитайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.